Я снова рад приветствовать тебя, дорогой друг канала Час Ремонта. В этом выпуске я собрал лучшие модели смесителей без излива. На первое место становится модель от марки Грох. Выглядит смеситель достаточно приятно, внутри сделан из латуни, а сверху покрыт хромом. Дизайн мягкий, много круглых форм, даже рычажок управления оформлен в виде цилиндрического стержня. Подключается традиционным способом через экцентрики к двум выводам горячего и холодного водоснабжения. Собственного излива у этой модели не предусмотрено, но при этом всегда можно поставить любой внештатный. Вывод с резьбой находится снизу, внутри потоки воды смешиваются керамическим картриджем Грох Лонг Лайф. Помимо плавности и предсказуемого управления гарантируется и высокая долговечность. Хромированное покрытие Грох Starlight, как обещает производитель, будет держаться до конца срока службы смесителя в том виде, в котором он вышел с завода. На передней части корпуса, рядом с рычажком, есть два маркера красного и синего цвета, чтобы ты не забыл, где горячая и холодная вода. Надежный, симпатичный смеситель, к которому ты можешь подключить хоть гигиенический, хоть обычный душ. Обладает простой установкой и обойдется примерно 8300 рублей. Если ты найдешь модель себе по душе во время просмотра, то сразу же беги в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией, плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место становится керсонит Brasco Black 6309, симпатичный смеситель черного цвета, своей конструкцией, напоминающий предыдущую модель. Разве что форма с прямыми углами здесь немного больше. Подключается традиционным способом через эксцентрики. Два вывода для горячей и холодной воды центрального водоснабжения соединяются в единой консоли, по центру которой находится керамический картридж. Наружу выведен плоский рычажок для управления скоростью потока и температурой. Эта конструкция тоже не предполагает наличие излива. Единственный вывод с резьбой находится снизу и в целом предназначен для шланга или душа. Хотя никто не мешает установить сюда внешний дивертор и на него навесить излив и душ. Производитель обещает длительный срок службы смесителя около 12 лет. Выглядит интересно, обладает компактной конструкцией. Стоит около 5500 рублей. Обязательно подпишись на канал «Час ремонта», чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров для дома, дачи и сада. Ну и конечно поставь лайк этому ролику и напиши интересный комментарий. На третье место у нас с тобой становится представитель AM.PM. И это очень компактный встраиваемый смеситель, после монтажа которого наружу будет выглядывать всего лишь небольшая часть корпуса и удобный рычажок. Монтажное отверстие закрывается отражателем. В скрытой от глаз части корпуса находятся вводы и выводы для подключения. В цилиндрическом корпусе прячется плавный и предсказуемый картридж SoftMotion 35 мм. Хорошо держит перепады давления и при этом готов обеспечить точную регулировку температуры и скорости воды. Сверху корпус покрыт хромированным материалом. Производитель обещает, что срок службы как самого корпуса, так и покрытия составит не менее 10 лет. Простой и минималистичный смеситель для компактной ванной комнаты. Стоит он около 6800 рублей. На четвертое место становится GAPA G2091. И это самый что ни на есть настоящий термостатический смеситель, способный поддерживать одинаковую температуру воды даже при колебаниях в центральной системе водоснабжения. Внешне выглядит стильно, модно и молодежно, крепится к стене на два вывода для горячей и холодной воды. А отверстия накрываются стилизованными отражателями. Корпус имеет почти строгую прямоугольную форму, по краям корпуса установлены такие же стилизованные вентили. Один регулирует силу потока воды, второй – температуру. На последнем можно установить блокировку, чтобы вода всегда подавалась температурой 38 градусов Цельсия. Собственно, излива, конечно же, у этой модели не имеется. В нижней части есть вывод на шланг для душа. Выглядит достаточно эффектно, сможет очень легко вписаться в любой современный дизайн. Управление простое и интуитивное, а монтаж мало чем отличается от монтажа любых других смесителей. Обойдется примерно 8300 рублей. На пятое место попадает еще одна разновидность смесителя AT-MPM. Внешне немного похож на своего собрата, который уже мелькал ранее в нашем с тобой рейтинге. Только в дизайне этой модели стало больше углов и прямых линий. Верхняя часть корпуса и вовсе образует небольшую полочку, которая по центру разделяется башенкой керамического картриджа. На самом верху этой башенки стоит небольшой рычажок в виде цилиндрического стержня. Отвод воды на лейку для душа находится в нижней части корпуса. Резьба стандартного размера, так что в целом сюда можно присоединить любой сторонний душ или излив. К системе центрального водоснабжения эта модель монтируется при помощи двух эксцентриков, накрытых затем отражателями. Картридж здесь установлен Soft Motion 35 мм. Мягкий, поворотливый, предсказуемый и надежный. В целом корпус собран качественно, сверху обработан хромированным покрытием. Монтируется легко, работает надежно, выглядит симпатично. Обойдется примерно в 6300 рублей. На шестом месте оказалась еще одна интерпретация смесителя от марки AMPM. Корпус модели раскрашен в приятный черный матовый цвет. Отлично впишется в современную ванную комнату, оформленную темными видами отделочных работ. Конструкция похожа на предыдущую модель. Четкие грани и прямые формы здесь также образуют небольшую полочку на верхней части. А посередине этой полочки находится блок управления с картриджем и плоским, немного загнутым вверх рычажком. Встроенного штатного излива здесь тоже не предусмотрено. Единственный вывод воды размещен в нижней части корпуса. Размер стандартный, поэтому можно подключить как клейку для душа, так и гигиеническую. Монтируется смеситель стандартным образом через пару эксцентриков в вертикальной плоскости. Симпатичная, но в то же время простая, надежная и относительно компактная модель. Обойдется примерно в 7200 рублей. Ну и напоследок у нас с тобой модель от марки IDIS. Это современный встраиваемый смеситель. После его монтажа в стену снаружи останется только аккуратная панель с рычагом управления, керамическим картриджем и поворотный механизм для переключения потоков с одного канала на другой. Вывода тут, кстати, два. В зависимости от конфигурации твоей ванной комнаты можно настроить переключение на верхний душ, лейку, встроенный излив или гигиенический душ. В общем, разнообразие гарантируется. Основная часть корпуса сделана из латуни, не боится длительного воздействия воды и перепадов давления. Внешняя часть покрыта поблескивающим хромом. Выглядит смонтированный смеситель эргономично, экономит пространство, но при этом не портит дизайн. Управляется крайне просто, а за счет применения современных стойких материалов прослужит долго. Обойдется примерно 8200 рублей. Если ты нашел смеситель себе по душе, то сразу же беги в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и промокод для тебя. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь и жду в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok